Всем привет! С вами канал БивайБиПиЭм и сегодня мы продолжим серию роликов, посвященную конфликтам различных рэп-персонажей. Сегодняшний герой нашего видео – это несомненный лидер отечественных чартов и еще достаточно молодой рэп-игрок Моргенштерн. За всю свою карьеру Алишер не раз вступал в конфронтацию, что даже помогало ему набрать популярность. Так давайте же вспомним все его конфликты. Поехали! Моргенштерн – Хованский. Видеоблогер Алишер Моргенштерн, неоднократно вызывавший своего коллегу по ютуб Юрию Хованского на Рэмбаттл, заявил, что нашелся инвестор, готовый заплатить Хованскому аж 2 миллиона рублей за то, чтобы этот словесный поединок состоялся. Это единственное условие, при котором известный блогер согласился сразиться с Моргенштерном. Конфликт между Моргенштерном и Хованским начал разгораться в конце 2017 года. Молодой и малоизвестный на тот момент блогер из Уфы регулярно публиковал видео, в которых критиковал своего более успешного конкурента за внешность и некачественный контент. В начале января житель Уфы записал диск на Хованского, предложив ему поучаствовать в словесном поединке на самый популярный на тот момент батл по щетке в России, в Версусе. 6 января Хованский опубликовал видео, в котором заявил, что баттлиться с никому неизвестному фильмцем ему неинтересно, и он готов сделать это только за 2 миллиона рублей. Блогер упомянул батл рэперов Гуфа и Птахи, который состоялся на схожих условиях. 25 января блогер из Уфы заявил в интервью, что нашелся человек, который готов заплатить Хованскому аж 2 миллиона рублей за баттл с Моргенштерном. По словам Алишера, инвестор хотел, чтобы за эти деньги его прорекламировали на баттле. Однако Моргенштерн принимать столь заманчивое на первый взгляд предложение отказался. Он говорит, я их послал, сказал, что ему Хованскому 2 ляма давать нельзя. Имя потенциального инвестора Моргенштерна называть отказался. Моргенштерн к Кизару. Моргенштерн относится не только к числу рэперов, которых не взлюбил Кизару, но еще и к числу блогеров, которых Олег также не переваривает. Когда-то Моргенштерн снял клип, пародирующий Кизару, и вот тогда, наверное, Олег сильно обиделся на него. Сам Кизару примерно вот так относится к Моргенштерну. Пишет Ванек паренек. Вот Ванек паренек пишет Олег, будете делать фит с Гостом, Моргеном и Скаром? Ванек, бля, иди поспи нахуй, реально. Вот иди, приляг нахуй и поспи, бля. Если ты сравниваешь, блядь, Suicide Boys, блядь, и Гоустмейна с Моргенштерном, блядь, бля, ну я не знаю, братан, хуй знаю. Чуть позже Алишер давал интервью, в котором прокомментировал свой конфликт с исполнителем. Я бы с радостью, но он меня из черного списка не вытаскивает, не знаю, как с ним связаться. Мне интересно узнать, на самом деле он в жизни такой, как себя позиционирует в инстаграм-эфирах, или все-таки это образ. Я его обожаю, вот серьезно, с радостью бы с ним встретился. Моргенштерн против блогеров и выборов. С 6 марта 2018 года блогеры-миллионник Юли, Кузьма, Лиска и другие выпускали на своих ютуб-каналах клипы о предстоящих выборах президента для спецпроекта Ленту. Ру. После этого от них стали отписываться тысячи людей, обвиняя их в продажности и работе на Кремль. Всех этих пошлых ассоциаций, Юли в 2018 буду избираться. Вскоре менеджер Кузьмы заявила, что Ленту подставили блогеров, а ролики, которые многие приняли за агитацию «Ити на выборы» изначально планировались как пародии. Блогер Хованский, тоже выпустивший клип с упоминанием выборов 18 марта, обвинил издание в незаконном использовании его образа. Тогда Моргенштерн и многие другие блогеры выпустили ролики с критикой участников спецпроекта Ленту. Ру. Они называли блогеров продажными, проплаченными и кремлевскими. А видео прямой агитации «Ити на выборы». Выборы нам плевать на их мнение, на кону судьба всей страны. И тут уже даже не скрытая агитация, а просто въебало. Приходи на выборы, выбирай там, блядь, решай судьбу страны. Однако некоторые из них критиковали не столько блогеров, сколько сам спецпроект. Так, например, Соколовский утверждает, что власти выкупают интеграцию блогеров, потому что элементарно боятся, что на выборы не придет элементарное количество, чтобы в очередной раз выбрать президента. После этого он напомнил, что сам не идет на выборы. В марте того же года одним из первых 15-минутных видео с извинениями выпустил Юлик. За 40 секунд он рассказал, что понимает, что делать так было неправильно, после чего продолжил влог в обычном формате. 15 марта видео с извинениями выпустил Юрий Хованский. Он сказал, что не считает идею с небольшой нативной рекламой о выборах плохой, но его клип не был связан со спецпроектом Ленты.ру. По его словам, от него на момент записи видео отписалось 6 тысяч человек. Моргенштерн. Стасы как просто. Стас Васильев, известный как Стас и как просто, сделал видеообзор почти на 2 часа на самого лживого и продажного рэпера Моргенштерна по версии самого блогера. Стас разобрал репертуар артиста, обвинив того в творческой импотенции, окрестил его хитрой мразью. Про изи-рэп Стас говорит следующее. Это формат, который сделал Алишера самым популярным в России музыкантом и блогером. Был украден у некоего артиста под ником Лида. Моргенштерн подрезал монтаж ролика неизвестного, но очень интересного парня, скопировав его один в один. И действительно, у Алишера рубрика зашла, после чего он начал пародировать буквально каждого артиста, а после, как посыпались просмотры, и рекламировать все подряд. Начав выпуск Стасу, тут же представил скрины из YouTube, которые, как он считает, доказывают, что идею популярной рубрики Моргенштерн украл. Про плагиат и творческую импотенцию Стас выразился так. Все его песни — это чистый плагиат. Авторитетно заявляю, среди всех песен рэпера нет ни одной, которого бы он не украл. Он слизывает абсолютно все, даже клипы один в один копирует. Те же локации, те же приемчики. Даже в поведении умудряется подражать зарубежным исполнителям, например, тому же Лилу Пампу. Заявил блогер, и как просто. Мы разберем все треки, чтобы было однозначное понимание, что Алишер пустышка, в нем нет ничего абсолютно своего. Добавил Стас и включил в видео целый ряд нарезок песен Моргенштерна и тех артистов, у которых он, по его мнению, их украл с пометками выхода треков. Про поклонников Моргенштерна Стас весьма определенного мнения. У Моргенштерна огромнейшая армия поклонников, которая порвет за него любого блогера, который выступит против него, описывает фанатов рэпера Стас, а дальше приводит подборку слов Алишера. Ребята, вы бараны, вы тупые, вам можно толкнуть любое дерьмо, а вы схаваете, вы побомбите и забудете, это же для вас нормальная практика, и заявляет. Уж не знаю, Алишер, у кого из артистов тупые поклонники, но, по-моему, все-таки у тебя. А еще Стас разоблачает рэпера и его конкурсы, которые он постоянно проводит. У Алишера, как и у любого лжеца, обычная практика забыть как, что и когда он соврал. Так он путает имя водителя, который у него якобы украл подарки для подписчиков на сумму 700 тысяч рублей. Я устану перечислять, сколько раз Алишер кинул подписчиков, которые когда-либо выигрывали у него в конкурсах, и это я уже не про украденные призы. Он их просто банит, чтобы они его не задалбывали, добавил Стас. Важным моментом в видео Стаса являются обвинения Алишера в рекламе выборов. Якобы последнее дело и разоблачение на блогеров, которые сотрудничают с властью, сам брал деньги на клипов, которых как бы пародировал рекламу выборов, тем самым выполняет из-за Кремля. Также в разоблачении было указано на то, что Моргенштерн вместе с Фейсомой администрацией города Уфу организовали фестиваль Новая Атланты, что доказывает сотрудничество Алишера и государства. Также Стас упомянул государственные контракты, которые получала сама мать Алишера. Моргенштерн же ответил на обвинения в своем эфире в Инстаграме. Хотите верьте? Хотите не верите? Посмотрите видос. Это даже, знаете, это будет неким, как это, отсеиванием, что ли, долбоебов. Если вы вот поверите в то, что он там говорит, реально лучше отпишитесь. Ну типа, мне нахуй такая аудитория вообще не нужна. Все дело в том, что Гуф и Моргенштерн хотели записать новый совместный трек, но что-то пошло не так. Алексей Далматов вечером в прямом эфире в Инстаграме радовал своих поклонников, включая треки из нового альбома. Точнее, отрывки из них. А потом Гуф добавил, что песня Макафи должна была выйти в коллаборацию с Моргенштерном, но переписка Алексея немного смутила. Здоровый шкет написал Алишер Гуфу. Далматов ответил, что напишет куплет к треку. На что Моргенштерн написал, что обнял товарища и поцеловал его в половой орган. Алексей находился в смятении, так как пока он не знал, как записать фит с этим человеком. Как он меня назвал, шкет. Здоровый шкет, он мне пишет. А потом, когда я ему сказал, что напишу куплет, он мне присылает сообщение. Спасибо, бро, обнял тебя, целую тебя в хуй. Но я хуй знаю, как после этого писать фит с человеком. Но, нужно сказать, рэперы довольно быстро помирились и снова тусуются вместе. Так что полноценного конфликта удалось избежать. Как тебе на Ранчо де ля Пусси? Ранчо де ля Пусси? Пиздано. Моргенштерн, Фейс и Трилпил. Мы объединили данных исполнителей в один пункт, потому что явных конфликтов с двумя этими людьми у Алишера не было. Однако, когда-то давно Моргенштерн не так уж хорошо высказывался о Фейсе, с которым потом организовал целый фестиваль. Все дело в том, что пути рэперов пересекались еще до популярности. Алишер монтировал клипы для Ивана в самом начале карьеры последнего. Вот как описывает это Алишер. Когда мне скинули материал, я поугарал, вспоминает Моргенштерн. Я тогда рокером был и говорил, что рэп это говно. Думал, кто это вообще может слушать. Сделал на отвали за час-два, скинул им. Фейс был простым парнем, просто раньше всех осознал, что этот жанр стрелит. Еще тогда я это понял и начал делать, а я не понимал. С Трилпилом ситуация сложнее. Недавно на альбоме Откровения вышел его совместный трек с Моргенштерном и Егором Кридом под названием «Грустная песня». Однако потом на новом альбоме Крида вышел трек с названием «Веселая песня», где на фете был только Алишер, а Трилпила не было. Ходят слухи, что после этого Трилпил назвал «Грустную песню» своим худшим треком, хотя на клипе уже больше 50 миллионов просмотров. А на этом у нас все. Какие еще конфликты Моргенштерна вы можете вспомнить? Пишите о них в комментах, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!